на сегодняшний день у нас в отряде центра спас 10 собак по поиску живых людей и одна собака у него специализация поиск тел погибших дополнительно две собаки у нас из тех которые ищут живых людей них есть дополнительная специализация еще поиск в горных условиях наша основная задача это поиск живых людей при чрезвычайных ситуациях как известно люди теряются в природных условиях безлюдной местности и вторая это такая серьезная задача когда происходит обрушение здесь сложная задача нужно найти людей которых нельзя найти другими способами когда они могут помочь приборы поиска нельзя найти визуально нельзя найти на отклик ну и специально обученный собак который обучено искать и точно обозначать место где выходит запах живого человека основной поисковый такой биологический прибор для них конечно не называется командировка собака это наши помощники друзья но по факту это наш такой рабочий инструмент поисковый прибор для них конечно не командировка хотя все оборудование у нас находится там в табеле оснащения собаки они как люди находятся в штатном перечне сейчас у нас есть немецкие овчарки бельгийские овчарки малинуа лабрадоры ретриверы интересная порода бритонский паньоль вообще по стране есть другие породы это охотничьи породы такие как дратхар золотистый ретривер французская овчарка бассерон у наших коллег в татарстане очень популярна эта порода мы подбираем людей которые по своему характеру по своей натуре они любят собак любят именно тренировать собак спасатель до мозга и костей но вот когда мы подбираем именно таких людей уже после этом подбираем собак собак мы подбираем в первую очередь чтобы человеку было комфортно собака работать если он любит предпочитает например немецких овчарок то наверное имеет смысл подбирать ему немецкую овчарку дальше внутри каждой породы мы смотрим чтобы собака была активная здоровая обязательно чтобы собака была не агрессивна чтобы собака была доброжелательна к людям другим животным обязательно собака должна быть с хорошим твердым характером но это необходимо для того что впоследствии собака могла долго и надежно работать все зависит от возможности собаки от ее физического состояния если собака хорошей физической форме у нее нет медицинских ветеринарных противопоказаний и собака сдает экзамены а испытание у нас проводится но в таких условиях когда фактически моделируется спасательная работа и собака но выполняет настоящую как-то боевую задачу то она получает допуск на работу еще там два года конечно если за эти два года какие-то происходят в ней изменения то каким показанием ее со службы списываем у нас были травмы и на реальных работах и на тренировочных но так чтобы собака погибла у нас в общем такого еще ни разу не ездили на фестиваль служебного собаководства представляли службу нашу спасательную мчс центральную всероссийскую школу подготовки собак пвдрей слепых там у них на территории стоит памятник именно таким собакам рядом с улице ватутина на бульваре тоже есть памятник спасателям там тоже есть собака можно считать что это тоже памятник спасательным собак в отре центра спас на территории установлен памятник именно кемологической службы мчс россии изображена собака в общем-то одна из тех кого началась вся служба спне или русский по кличке лой и как мы его звали лёлик та собака с которой в общем то наверное началась служба вот эта собака еще шотландский сеттер лессия они работали в нефтегорске в мае 95 года когда было разрушительное землетрясение на сахалине две собаки нашли тогда около 50 человек живых было принято решение что надо создавать службу и в девяносто штом году в министерстве такая служба была создана